Программа предназначена для аудитории от 16 лет. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Здравствуйте, добрый день. В эфире программа «Союз НЕРУШИМЫЙ». В роли ведущих здесь, в этой студии, Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Азиз Алиевич, только что из особого мнения, и в программу «Союз НЕРУШИМЫЙ». Да. Слушатели наши, наверное, думали, что всё, уже не услышат. Нет, я сейчас ещё раз буду поздравлять. Раз такая возможность выпала, мы надо поздравлять ещё и ещё. Тем более после шейкеров хочется ещё поздравлять и радоваться этой жизни. Да, сегодня удивительный у нас был эфир программы «Дневной разворот». Сегодня необычное, нетрадиционное время выхода программы «Союз НЕРУШИМЫЙ». Во-первых, сегодня четверг, а не пятница. В пятницу мы обычно выходим. И, во-вторых, два часа дня. Да. Но мы... Но предпраздничный день. Да, безусловно. И мы вот с большим смыслом, собственно, мы здесь собрались. Именно вот в этот предпраздничный день нашей много- и межнациональной командой. Мы в этой студии. И, безусловно, мы сегодня будем говорить об особенностях празднования Нового года в разных культурах. Ну, сложно говорить, когда Эльнур принёс тут опять коробку пахлавы. И, конечно, хочется приостановить время и налить чаю, и начинать, ну... Праздновать Новый Год. Да, да, да. Давайте представлять всё-таки наших гостей. Имя Эльнур уже прозвучало. Элунар Гусейнов, член общественной палаты Кировской области, президент благотворительного фонда Азербайджан. Элунар снова в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Ещё одна наша гостья. Алла Иосифовна Новикова, руководитель еврейской общины города Кирова. Добрый день. Добрый день. И совершенно незнакомый нашим слушателям человек, вот абсолютно никто её не знает, наш главный редактор Светлана Занько. Здравствуйте. Ну, да, тоже из программы «Особое мнение». Ну, мы ещё ждём нашего друга, значит, из Вьетнама Тхэнга, да? Представителя вьетнамской... Вьетнамской общины города Кирова. Диаспоры. Надеюсь, что с ним, как с Прохоренко... Ничего не случилось. Ничего не случилось вчера, да. И он доберётся... Доберётся. Я тогда уступлю ему своё место. Ну, а Светлана буквально перед началом программы сказала, я из Белоруссии, я хочу с вами. Да, я всегда с вами хотела посидеть за этим столом. У вас всегда так душевно здесь. Интернациональный круглый стол. Хотя, как мы прекрасно понимаем, все мы русские, белорусы и украинцы, славяне, восточные славяне, если быть точным. Я не спорю, сейчас не собираюсь. Ну и что? Вот, честно говоря, я готовился к этой передаче и с большим интересом читал, как празднуется Новый год и во Вьетнаме, и как у иудеев он празднуется. Я думаю, что сейчас прозвучит очень много всего интересного, но перед тем, как перейти к нашим непосредственным гостям, к их рассказу, у нас сюрприз. У нас уже сюрприз, да, звоночек в студию. Азиат Ильич, может, вы проговорите, кто у нас сейчас на связи? Да, это, значит, представитель Солнечной Италии. Да, Франческо? Да. Вот он ещё не успел программу начаться. Франческо звонит и, видимо, хочет рассказать о том... Я хочу уточнить, Франческо сейчас непосредственно в Италии находится? А, Франческо, ты сейчас в Кирове? Алло. Извините, пожалуйста. Мы не слышим. Франческо, ты сейчас в Кирове? Алло. Извините, пожалуйста, Франческо не понимает, в чём дело. А, Франческо и позвонил, не понимает, в чём дело. Он, видимо, в Кирове празднует Новый год. Давайте, да, сейчас наш редактор разберётся, что происходит с Франческо, а мы поговорим с вами об особенностях празднования Нового года. Чтобы не получилось сюрприз. Ну, что, стесняется. С кого будем начинать всё-таки? С Аллы Новиковой или с Алинура? Да. С женщинам. Ну, давайте всегда. Алла Новичок в нашей сказке. У нас вот тема программы, ещё раз, да, то есть это, значит, традиции, особенности празднования Нового года в разных культурах. И очень приятно вас сегодня увидеть. Мы на многие темы в прошлом году успели поговорить, и всегда хотелось, чтобы представитель еврейской общины тоже высказывал свою точку зрения на те или иные вещи. Но сегодня у нас не точка зрения на какие-то проблемы, а Новый год. Вот, и в связи с этим у меня вот лично два вопроса. Так. Первое. Всё-таки какой праздник для еврейской общины? Новый год. Когда этот праздник происходит? Как вы его встречаете? И второй вопрос потом задам. Хорошо. Я уже спрашивал, кстати, у Аллы Иосифовны, как правильно называть Рош-Ашана? Правильно. Вот Новый год еврейский. Правильно. Рош-Ашана, Рош-Гашана, Рош-Хашана. Название зависит от того, где, в какой местности проживают евреи. Да, то есть, да, влияние оказывает местность конкретно, где они проживают. Скажем, там, у белорусских евреев, предположим. Возвращаясь к белорусам. Я белорусская, не еврейка. У них, скажем, Рош-Гашана. Причём Гашана. Естественно, Рош-Ашана. Они же белорусские евреи. Здесь мы произносим Рош-Ашана, вятские евреи. Мы знаем, что одна из самых отличительных особенностей еврейского Нового года, нашего традиционного, празднуется он совершенно в другое время. Абсолютно. Месяц Тиш-Рей, сентябрь. Сентябрь. Да. В этом году. Так, сейчас у нас 5776 год. От сотворения мира, если не ошибаюсь. Это не совсем сотворение мира, это сотворение человека. 5700? 5700, 5776. 76-й год. Да. Начался. И в сентябре мы будем встречать 5777-й уже. Да, да, да. Цифра-то какая. Ребята, давайте в сентябре встретим Новый год. Обязательно. Одни семёрки. Обязательно. Вот. Ну, празднуется в сентябре, ещё раз повторю. И главное, что в этот Новый год? Вот под символом чего он проходит? Что должно быть у людей? Как они празднуют? Значит, как они празднуют? Ну, естественно, традиционно зажигаются свечи. Как на любой еврейский праздник абсолютно зажигаются свечи. Читается благословение. Но отличительной чертой Нового года еврейского является трубление в шафар. Что это? Это бараний рог такой, изогнутый. Вот. Мы... А что это символизирует? Это символизирует возрождение, продолжение жизни, рождение жизни, как бы. Но интересная штука. Вот у нас есть шафар в общине. И трубить у него получается, в него получается, у только специально обученного человека. Потому что это очень сложно. Пробовали все по очереди. Звук не получается. То есть нужно иметь... Я даже не знаю. Сильные, легкие. А размеры этого инструмента? То есть там силу. Обычный бараний рог. Там такая дырочка. Он какой-то весь такой вот изогнутый, приизогнутый. Дырочка внутри. И вот то ли нужно иметь легкие какие-то определенные, то ли... А символ чего это трубление вот в этот бараний рог? Это рождение новой жизни. Рождение новой жизни, радость. Вообще, в принципе, у евреев Новый год, вот накануне Нового года, ты должен оценить, как ты прожил этот год. То есть серьезно, совершенно вот так. Ну, подумать о том, что ты сделал. Да, подумать о том, что ты сделал, исправить какие-то ошибки. То есть человек должен уединиться, да? Наедине с собой. Нет, думать нужно всем вместе. А, всем вместе, да. Думать нужно всем вместе. Как это происходит? Мы собираемся за столом. Это родственники? Ну, вообще, евреи люди очень семейные. Как правило, праздники не отмечают в кругу семьи. Особо каких-то вот таких массовых банкетов. Ну, мы, конечно, общиной собираемся, не семьями отдельными, но на все праздники приходят практически все члены семьи. А как это происходит? Мы подумаем о том, как мы прожили этот год, и сделаем выводы, и что-то переосмысливаем. Вот вы собираетесь в семейном кругу, и что, рассказываете? Нет, нет, это не озвучивается. А, то есть в молчании происходит? Да, в какой-то момент, да, происходит, человек осмысливает, да. Это не озвучивается, это как-то не... Но это на полном серьезе происходит? Люди ответственно к этому подходят? Как они это делают? Отворачиваются к уголку какого-нибудь? Берутся за руки, к примеру? Нет, просто скажем, ну, предположим, когда читается благословение, когда трубит шафар, вот ты сидишь, как раз вот момент, когда трубит шафар, ты думаешь о чем-то, что ты сделал, что ты можешь исправить, что ты сделал. Не так, что ты можешь исправить, как ты будешь жить дальше, вот следующий год. Ну, как-то так примерно. Очень символично. А какое благословение читается? Мне не озвучить, честное слово. Я просто, к сожалению, не на идиш, не на иврите, я буквально пару-тройку слов знаю, к моему великому сожалению. Но это длинное благословение? Нет, это благословение буквально, ну, два-три предложения. Ну, содержание, ты бы примерно знаешь, что это там, Господи, там... Благословен наш Бог, там, смысл, что мы тебя чтим. Как у всех, собственно говоря, да. Собственно говоря, как у всех, только на языке. Как у всех, только со своими, да, нюансами. Кстати, почему вот именно эта дата в сентябре? Почему сентябрь? Особый календарь или... Ну, евреи, другое летоисчисление просто. Вот эта дата зарождения человечества. Почему? Потому что Бог создал человека в этот момент. Я не знаю, почему. И считается, как бы, вот... Ясно. Я не могу объяснить. А к Калинуру, наверное, перейдём потом, вернёмся. Я хотел ещё один вопрос задать. А год 365 дней, как бы, вот тоже... Вот еврейский год тут... Да. Он всё время, как бы, сентябрь, одна и та же дата? Она, нет, она не одна и та же. Почему? Там, скажем, предположим, там не 9 сентября, а она плавающая, она может быть как-то 10 сентября, 8 сентября. Но всё время где-то вот тут вот рядом. Да, примерно месяц, приблизительно месяц он есть, да. А дни они как-то меняются. Ну, там... Все праздники, в принципе, так. В зависимости... Всё-таки это религиозный праздник. Это праздник, в общем-то, религиозный. Поэтому по-другому происходят исчисления и дни, и лет, и всё прочее. Это не светский праздник, не 1 января, в который, наверное, весь мир отвечает. Я надеюсь, наши ведущие нас как раз про 1 января спросят. Элнур. Мы ещё, безусловно, вернёмся к еврейскому году. Вы 1 января справляетесь. Про кухню, про традиции, да. Элнур. Как скажу... Как азербайджанец скажу, да. Смотрите, у нас уже Азиалий тоже, этнический азербайджанец. Он тоже может рассказать. Но я вырос здесь, конечно. Мы тоже празднуем 31-го, 1-го числа, как Новый год. Но в Баку тоже празднуют 31-е, 1-е в Азербайджане. Учитывая, что в Баку раньше был состав СССР, конечно. Что в СССР творилось, то же самое и в Баку творился. Но это сохраняется. А так мы Новый год празднуем 21-го марта. Это Навруз-Байрам. Тоже получается целый месяц, март месяц. Спустя полгода после еврейского Нового года. Да, для азербайджанцев это является тоже, скажем, очень интересной датой. Потому что целый марта мы празднуем. Там есть дни по вторникам. Это Чешамбе называется там. День воды, день земли, день огня, день воздуха. Четырех стихий, да. Четыре вторника отмечается. Отмечается практически праздник для азербайджанцев. Там на столе всегда угощения, сладости, пахлава. Пахлава, которая сейчас у нас устали. Вот я по традиции перенес тоже. Обычно эти пахлаву у нас в марте месяце готовятся. Она и есть новогодняя, да, та самая пахлава. Ну так как сегодня не март, то это одна коробка. Но в марте, я так понимаю, что четыре коробки. Разно. И все это, если не ошибаюсь, символизирует наступление, начало весны. Да, весны, начинается новый день. Земля начинает выживать. Сейчас живет, просыпаться. Сейчас вот, я надеюсь, не поставлю вас в тупик своим вопросом. А у вас который год идет? Ну, дело в том, что если там по хиджи считать, у нас где-то там идет, по-моему, шестьсот там, шестьдесят какой-то год идет. Шестьсот какой-то год? Да, это с рождением пророка Мухаммада, салам, алейсалам. Нет, я не ошибаюсь, конечно. Я не специалист в этом вопросе, но приблизительно так. А в Азербайджане... То есть это, мы уточним, это мусульманский Новый год. То есть, по-моему, мусульманское исчисление с момента... А Навруз это совсем другое. По Наврузу у нас нет исчисления. Просто двадцать первое, значит... Целый март, март месяц практически идет праздник. Целый праздник это в март месяц. Там именно какой-то даты-то не привязано. Просто в марте, на самом деле, это связано с природой, с оживлением природы. И люди, потепление в Азербайджане. То есть у вас целый месяц празднуется Новый год, и нет никакого-то дня, как, например, у евреев он есть, или у христиан, когда в Рождество садятся тоже за стол, и, в общем, люди переоценивают что-то в этой жизни или есть? Это есть, это есть, конечно, это месяц Рамазан, священный месяц, учитывая, что в Азербайджане очень много мусульман проживает. Но не в Новый год. Ну, как бы, каждый день мусульмане это осмысливают. У евреев, допустим, как Аллах сказала, раз в год, а у нас каждый день... Клаб, евреев, не обижайся. Нет. Потому что евреи каждый день осмысливают. Я не знаю, просто у них так принято, это традиция. Нет, мы по субботам осмысливаем, работаем над душой. Каждый день, когда намаз читается, намаз читается... Ну, то есть специального что-то в Новый год такого не делается? Ну, специально что-то, может быть, и не делается, но каждый день у нас, когда намаз читается, человек слушает и осмысливает свои дни, как он прожил этот день, этот час, эту секунду, и что можно изменить в будущем, чтобы было ещё лучше. Вот так вот. Ну, то есть это переплетение, как бы, традиций. Просто, наверное, надо сказать, что мы когда с нашим экс-муфтием, помните, разговаривали, значит... С Габдунуром. С Габдунуром, да. И он говорил о том, что и с зам-муфтием разговаривали, какое значение имеет намаз там и так далее. Но мы сейчас в эту сторону-то не будем уходить. Да уж, пожалуйста. Да, для нас интересно, как бы, праздник Нового года, и всё-таки у нас дата-то 21 марта, когда все собираются. Ну, 21-22 марта – это Новый год, как бы, по-нашему, скажем, практически вот туркиязычные народы отмечают этот день, как Новый год, Навруз-Байрам, и перцы отмечают этот день, потому что и в Иране тоже, знаете, около 20 миллионов азербайджанцев проживают. Ну, афганцы отмечают. Ну, я и говорю, вот, перцы язычные, потому что язычные народы этот день отмечают, как Новый год, как Навруз-Байрам. А вот в России мы этот день тоже отмечаем, не забыли, ежегодно мы празднуем этот день, праздник Навруз-Байрам. А всё-таки вот интересно, какой сейчас Новый год для вас, для азербайджанской диаспоры, более новогодний, в 1 января или 21-22 марта? Ну, вот, если честно сказать, если я жил бы в Азербайджане, и здесь разницы нет, в Азербайджане оба праздника отмечаются на высоком уровне. Сейчас посмотреть в Азербайджане Новый год, скажем, как называемый светский Новый год, да, лучше отмечать, чем даже в России. Там очень красивые ёлки, украшается весь город, цветёт. Я видела фотографии Баку, конечно. Вот, это очень прекрасно. И при этом тепло. И также в Навруз-Байрам то же самое, там, в Навруз-Байраме уже там самяни ставится, другие атрибуты. Что такое? Ну, самяни – это пшенич. Выращенное зерно? Да, зерно, пшенич. Пророщенное. Пророщенная пшеница, да, и ставится это примерно в мае месяц, вернее, до того праздника, там, за 20 дней. И как раз к этому дню, 21-22 марта, это самяни называется. Растёт вот таким образом уже всё означает, что… Ну, как зелёные пророски. Новая жизнь. Новая жизнь, да. Символизирует, и в центре стола стоит именно вот… Богатство. Означает богатство, что ячмен уже цветёт, так что надо пахать, за землю убираться. Подарки принято дарить? Естественно, подарки. Что в роли подарков обычно? Ну, обычно подарки, гости друг к другу ходят. У нас есть традиция… Я думаю, что тогда просто в Володе надо как-нибудь приехать на 21-е в Баку и получить подарки, и потом рассказать, там какие подарки. 21-22 марта именно такой день, что можно… Все шапка одевают, идут гости друг к другу, стучат соседу и шапку бросают. Шапку бросают. Шапку бросают. Да, или это вот откуда-то, ну, потому что, получается, у каждого народа практически… Я не кусаю себя за язык, но я вот хотел, раз уж ты у нас представляешь Украину, Белоруссию, Россию и тех остальных славян, я хотел вот спросить. Я вот слышал, что в свое время у славян 21 марта было тоже праздником Нового года. По-моему, все-таки не совсем так. А, по-моему, в сентябре у славян. Нет, вот до Петра Первого… Слушайте, я не буду для всех славян и исторически… Нет, до Петра Первого, именно с эпохи Петра Первого мы начали. Да, Новый год с эпохи. И с 1 марта, и с 1 сентября у нас в разное время было. Ну, там разные праздники были. Разные праздники, то есть март – это все-таки было пробуждение и… Ну, тоже начало новой жизни. Да, а уж там в сентябре это что-то близко уже… Сбор урожая. Да, 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 сбор урожая и благодарность. Друзья мои, я вот что хочу сказать. Каждый праздник у любого народа, которых много… Традиционные я именно в виду исторических праздников и религиозных, это всегда окончание чего-нибудь и начало чего-нибудь. Вот. Я-то думала, вы меня позвали сюда поговорить про 1 января, про традиционный праздник. Ну, давай про особенности. Ну, расскажи про особенности. Я призываю, во-первых, своих… Да, я призываю своих земляков, белорусов, позвонить 211-101, 211-101, и рассказать, какие белорусские традиции по празднованию Нового года и Рождества, они помнят. Потому что я, друзья мои, в Белоруссии не была уже очень много-много лет. Всё, что я могу сейчас рассказать, оно основано… На детских воспоминаниях. На детских воспоминаниях, конечно. А воспоминания чудесные остались из Белоруссии, что и говорить. Это ещё те времена, когда в Белоруссии лежал снег, и сугробы там были больше, чем заборы. Вот. Да. Правда, я застала, конечно, уже, когда подросла, в то время, когда снег вообще не падал там. Но, тем не менее, я-то помню, конечно, снежные зимы, прекрасные. Я-то помню каледование, прежде всего. Потому что вот это каледование, когда ты ходишь к соседям, стучишься в дверь, ребёнком радостный, улыбаешься. Это удачнее, это всё в городских условиях, да? Нет, это родственники мои, конечно… Нет, мы были в деревне, естественно, потому что все съезжаются к своим прапра, естественно, к бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам. В деревне лучше нет, чем справлять Новый год. Я, кстати, сегодня тоже еду за город, слава богу. Вот. И мы каледовали. Это было очень приятно. А вот то, что ты говоришь, переносилось ли это в городскую среду? Переносилось. Потому что жили там и в Казахстане в это время. И у нас в доме 15 национальностей было разных. И мы… Это была пятиэтажка такая, мы ходили по подъездам, по соседям, и кто бы там ни жил – казах, татарин, русский, немец. В Казахстане все тогда были, да? А все с удовольствием открывали двери, все улыбались, все выдавали конфеты детям. И я очень была, конечно, уделена Володе, когда я приехала в Киров, и этого всего не встретила. Я ещё была тогда маленьким ребёнком, и я радостно накануне, значит, Нового года… Или Рождество, всё-таки. И Нового года, и Рождество, дети пользуются всеми датами. И я поняла, что здесь этого нет в помине. Ну, уже не было, может быть, когда-то было. Вот сейчас моя дочка требует, она уже с соседями договорилась, буквально вчера обзвативала, что она хочет пойти и заниматься вот этим делом. Я думаю, что это хорошая, на самом деле, традиция. Это как раз к тому, что вы говорили, Ази Савич, в особом мнении, открывать дверь и узнавать соседей. Да. И этот день тоже этому помогал, мне кажется. А, кстати, вот я хочу спросить у Лунура и у Аллы, дети тоже на особым счету? Естественно. В этот праздник. На первом счету. Особые подарки, особое внимание им. Да. Вот у нас в Азербайджане ребёнок вообще с рождения до 12 лет король семьи. В особом счету, что он хочет, всё для него. До семи, до семи. Нет, до 12 где-то. Сейчас уже современно становится здесь. А потом после грации уже дома он помогает, с ним уже считаются, он делает работу домашнюю, девочка помогать маме, мальчик папе, так что... Ну, вы помягче, чем японцы относитесь к детям. Там, по-моему, в Японии до 5-6 лет что-то такое существует. Нет, у нас на самом деле ребёнок, это первое место всегда даётся, и подарки хорошие дарятся для того, чтобы какие-то воспоминания было. Вот мы недавно как раз здесь проводили в Кирове впервые национальный Новый год. Как раз и Алла там присутствовала. Там практически больше 70 детей разных национальностей. Меня так порадовало, я зашёл в зал, они все за руки, друг за другом бегают и в разных формах, по-разному выглядят. Это ещё раз, какой день был? Это 25-го числа мы проводили, в воскресенье. Вот сейчас, в декабре. С 7-го, по-моему. Ну, воскресенье. В воскресенье. В 27-го. Наш светский Новый год. Да, да, да. А вот у меня к вопросу-то в связи с этим. Ваши дети. Наш светский Новый год, это звучит. Азербайджанские, азербайджанские. Они верят в Деда Мороза? И вообще, есть ли такой персонаж, похожий на нашего Деда Мороза? Вот смотрите, в Азербайджане есть свои персонажи. Даже я переоделся, один из персонажей, Аксакала, всем детям понравилось. До сих пор говорят, что лучше тот Дед Мороз, который был до этого Деда Мороза. Это было что-то вообще. У нас не Дед Мороз, у нас народный Аксакал. Это Деда Горгут. Деда Горгут? Да, это персонаж всегда живет в истории азербайджанцев. Вот как раз я переоделся. Деда, это дед, значит? Дедушка. Да, Дедушка Горгут. Это народный Аксакал. Практически не только азербайджанцы, а и туркоязычных народов. Огустков, турков, поколений, которые относятся. Вот я переоделся в него, потому что персонажи как раз 21 марта, у нас тоже есть разные персонажи. Там Кетяль называется, лысый человек. Кёса, это как Баба Яга. Вредный, да. Вредный человек, да, тоже по-разному просто называются. А что-то вроде чёрта. Ну, тоже есть. Есть, есть, всё есть, да. Джин называется, Джин-джин. Да. Вот такие персонажи есть. И дети их все знают. И также они любят Деда Мороза нашего. Да, у нас называют Шахта-баба. Шахта-баба, Гаргыс, Снегурочка. Снегурочка, Гаргыс, ну, снеговая, как бы, девочка. Вы разберитесь, Деде Гургуш или как называется? Гургут. Гургут или Шахта-баба. Шахта-баба. Это разные персонажи? И то, и другое у нас есть. Это разные персонажи? Это разные персонажи. А Шахта-баба как... Шахта-баба переходит... Это калька на русский, как бы, Дед Мороз. Вот смотрите, Шахта-баба переходит, когда как раз, как Света сказал, светский Новый год. А Деда Гургут, он может прийти в разные праздники... Ты подчеркивай, наш светский Новый год. Я же тоже вырос. Светское слово Света. А Деде Гургут, он может прийти в любое время, в любой день, когда есть праздник вообще. Каждый день. А чем он снискал такое внимание к себе? То есть считается, что он там героем каким-то был, поступков добрых. Есть былина или как-то перевестина, посвященный Деде Гургуду. Он написал очень под его, скажем, ником очень много описаний всяких, сказок, но в стихах. Вот я скажу, Деде Гургут вообще врождалось в азербайджанском языке. Это, скажем, уважаемый человек. В то время он объединил две племена, русских племен, потому что на Кавказе, раньше Каспия называли, там тоже много войн было. То есть это реальный персонаж? Это реальный персонаж. У него был прототип, как минимум, реальный человек. Естественно, как Аксакала. И он как раз там Газан-хан был, хан раньше того времени, и он их объединил всех. То есть это реальный персонаж? И тогда на Кавказе царил мир. Все ханства как раз с помощью Деде Гургуда, этого персонажа. Он сам был небогатый человек, он поэт, он исполнитель, он на сазе играл, народным инструментом Азербайджана. И таким образом объединял вокруг себя очень много национальностей. И так и все народы помнят его. Даже в Избекистане книгу про него пишут, в Таджикистане или в Иране, там неважно. Вот этот персонаж всемирный, все турки из миров, где проживают турки, язычные народы. Я вот хочу спросить... Владислав Ильич, у нас пора на рекламу прерываться, все-таки. Давайте пару минут этому уделим и вернемся. Союз нерушимый. Продолжается Союз нерушимый. Давайте еще раз напомним, кто у нас в гостях. Илана Ругусейнов, Алла Новикова и наш главный редактор Светлана Занькова. За всех сломен, да? А можно, извините, я должна сказать нашим слушателям и попросить прощения. Я попросила белорусов, своих земляков, звонить и рассказывать про новогодние традиции белорусские, вспомнить. И тут же сейчас вот я вспомнила, что кроме нас, друзья, в редакции уже никого не осталось. Мы все в студии сидим. И телефонные звонки принять не можем. Да, Аллам, да, мы немножко не договорили про, есть ли Дед Мороз вообще, да, в рамках еврейского Нового года. И про подарки для детей. Деда Мороза нет, так как есть, так и еврейского Деда Мороза. Ну, а верят дети еврейские Деду Морозу? Вот обочине светской Деде. Ну, или Санта-Клаусу. Да, да. Ну, нету у нас как бы в традиции в Роша-Ашан. Нету, хорошо. А вот в обычные-то ходят на праздники новые дети? Нет, на праздники ходят. И верят Дедушке Мороза? Вот это вопрос... Индивидуальный, каждому ребенку, да, в отдельности. Я, в общем-то, с нашими детьми общинами я занимаюсь, вот. И неплохо их знают. И я вам хочу сказать, что среди вот моих вот этих вот... Подопечных? Может быть, вот два мальчика у нас есть, которым по три года. Может быть, они еще верят в Деда Мороза. Что вы делаете со своими детьми? Я вообще ни слова... Нет, я говорю как человек, который их знает. Что они верят в Деда Мороза? Нет, ну, они как-то... Ну, хорошо. Они смешленные у нас. А просто в чудо? В чудо верят. Вот до какого возраста в чудо верят? Вы знаете, мне кажется, это зависит от человека. Вот я, например, до сих пор в чудо верю. Это зависит от семьи, в том числе, в какой атмосфере в семье воспитывался. Да, да, да. Ну, а что вот в ваш праздник? Вот сейчас Эльнур сказал, что там есть всякие персонажи, там всякие традиции. Светлана рассказала, что вот... Ну, смотрите, уже общие нашли. Холидование там и там. Значит, ну, мы можем добавить, что гадания там и там. Причем гадания очень схожие. У нас будет следующая программа. Мы соберемся, как раз еще будет Крещенская неделя. Гори по гаданию. По гаданию можно, потому что там тоже... Я вот помню, как девушки, так сказать, все там чего-нибудь там... Ходят друг к другу, слушают, что сосед говорит о чем. Да, 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 да. Девушки везде одежда говорят. А вот у вас вот такого рода... У нас нет калидования, у нас нет гадания. Как все практически? И не послушивают у соседей ничего? Не, подслушивать, может, и подслушивают. Как и все. Вот здесь Алла сказала, что дети не верят. На самом деле я хочу сказать, что вот раньше мы ждали этого дня с надеждой, что мы получим под елку какую-то конфетку для нас. Подарок-то однозначно. Ну, даже не подарок, но конфеточку какую-то, это для нас был такой сюрприз. А сейчас дети-то, они очень ушлы стали. Каждый ребенок там в планшете и... Полегче, полегче, полегче. На самом деле каждый ребенок сидит в компьютере, в планшете, им какую-то там сказку даже рассказываешь, он говорит, ну, это что, это ерунда, это придумано. У меня не такой ребенок, я не знаю. А мы даже сидели, слушали сказки про Деда Мороза, про Санта-Клауса, про разных... У меня дочь слушает сказки и про Деда Мороза, и про Санта-Клауса, и верит в них. И я больше скажу, я поддерживаю эту веру, честно. У меня нет ни единой мысли разбивать ее веру в чудо, как бы она ни выражалась. Я вот хочу все-таки... Так, к кухне мы когда-то... Да, я хотел, да, я вот... К праздничной. Может быть, не чревоугодник, конечно, но вот... Но уж больно хороша пахлава. Да, пахлава хороша, мы уже все понимаем, но вот хочется спросить, а вот в еврейских традициях, вот в этот праздник, что готовят и чем угощают? Традиционное обязательное блюдо – это фаршированная рыба. Да, это песня, это... Какая рыба? Какую рыбу вы покупаете здесь? А чем фаршируют рыбу? А рыбу фаршируют рыбой, на самом деле. Настоящая еврейская фаршированная рыба – это вот, значит, аккуратненько подрезается возле... Как это у нее эти штуки? Жабры, да, вот. Подрезается кожа, она снимается полностью чулком. Потом вот это вот то, что между позвоночником и кожей отделяется, специальным образом обрабатывается, складывается все обратно, формируется рыба. Вот. Ну и потом запекается, там, тушится... А все-таки какие виды рыбы используются? Да, какая рыба? Красная, белая или неважно, там, на что денег хватит, например? Нет, рыба должна быть обязательно с чешуей. Другая рыба некошерная. То есть карповые, например, да, с чешуей? Ну, карп, щука, ну, как правило, щука. Щука. Да, 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 да. Вот очень же, очень много ограничений. У нас тоже есть такое блюдо праздничное с рыбой, тоже фаршируется, это назвать ля вянги. Но у нас с орехами специально. Ну, вы просто в рыбу как-то что-то... Нет, а здесь вот именно из мякоти, там, некие такие... Ну, это секрет. Ну, это в центре стола, да? Обязательно. Основное блюдо. Да, это основное блюдо. Значит, еще следующее основное... Рыбу под шубой, надо нашу вспомнить, да, тоже. У нас рыба есть. Ну, может быть, да. На новогоднем столе. Надо случайно как-то нагрянут на еврейский Новый год. Можно на любой праздник случайно нагрянут на еврейский. Я чувствую, что все уже в предвкушении новогоднего салата, которого осталось от трех до шести часов. Я, кстати, даже вас приглашаю. У нас ближайший праздник будет, который мы точно будем отмечать, это Пурим. Единственное, это будет в марте. Ну, это... Тоже праздник весны, который мы очень... Это не праздник весны, это праздник, посвященный очередной победе евреев над геноцидом. А, скажем так. Более актуальный дат. Да, да. Сопутствующие, да, еще блюда к основному? И что могу пообещать, на Пурим точно будет форшмак. Это вот у нас теперь такая традиция. Вот это называется форшмак рыба. Нет, форшированная рыба это форшированная. Форшмак из селедки делается. Форшмак это из селедки, да. Очень вкусно, я пробовал. Да. Как делается? Для тех, кто не в курсе. Нет, давай мы отдельно пофоршим. Это если вы хотите, можно целую передачу, да. Так, вернемся к традиционным новогодним. Значит, в центре рыба. Форшированная рыба, обязательно мед. Мед. То есть он олицетворяет желание, ну, конечно, сладкая жизнь в следующем году. Это как бы вот поешь. Обязательно нужно съесть мед. Вот морковка, которая олицетворяет, порезанная кружочками, богатство. Сырая, обычная морковь. Обычная сырая, можно вареную, без разницы, она должна быть. Это как бы богатство. Морковь обозначает богатство. Да. Мед сладкую, довольную жизнь. Да. И традиционно, нарушившена, нужно обмакнуть яблоко в мед и съесть. Это как бы тоже предполагает, вот ты настраиваешь себя в следующем году на сладкую, радостную жизнь. И еще обязательно, ну, желательно, на всех, конечно, не хватает, съесть рыбью голову. Вот от этой фаршированной. Да, ну, там внутри не все, конечно. Ну, пригубить хотя бы. Ну, хотя бы, да. Что это значит? Мудрость. Мудрость? Голова? Мудрость, да. Все рыбьи головы всегда малью. Хоть кусочек, нужно хоть кусочек успеть отщепить. Слушайте, ну, в целом-то скромно достаточно. А алкоголь в столе присутствует? Да, вообще по праздникам присутствует, но, собственно говоря, как и традиционно, так и вот сейчас. Современные вот какие-то у нас проходят, вот праздники мы свои, конечно, отмечаем. Вот, вы знаете, если сравнить с каким-то праздником светским, то можно сказать, что алкоголь... А есть какой-то традиционный напиток еврейский алкогольный? Красное вино. Красное вино. Красное, белое вино. То есть предпочтительное вино. Красное, белое. Виноградное вино. Именно виноградное вино. Да. А каких-то таких вот... А в Азербайджане? А в Азербайджане? А в Азербайджане? Как с алкогольным? Какие традиционные алкогольные напитки на столе? Про алкоголь я не хочу говорить, потому что там в Азербайджане разные семьи по-разному празднуют. А самое главное, стол накрывается еда, сладости по праздникам, это обязательно. Козырное блюдо, это довга. В каждом столе новогоднее. Выглядит это как-то... Мы о ней говорили в одной из переданий. Ну, напомните, пожалуйста. Я все не слышу. Довга, это специально молоко, парное молоко, из него готовится, туда зелень всякая разная, и практически целый час на газу, на огне, вот женщины сидят и крутят, и крутят, чтобы не свернулось. Потом изумительно пьется, вкусно. Вот это козырное блюдо. Напиток. Напиток размешивают. Да, напиток размешивают, да. А так сладости всегда, потому что азербайджанская кухня, знаете, очень богатая сладостями. Самое главное блюдо, это шашлыки, как обычно, с баранины, с зигненков, да. Вот таким образом и отмечаются. А то, что переходим на алкоголь, скажем, там, ну, разные семьи по-разному отмечают. Есть в Азербайджане, допустим, хорошие вины. Кто-то там пьет, а кто-то не пьет. Но вот наша семья, конечно, не пьющая, мы у нас всегда. А напиток-то как называется? Вот шарбет, да? Ну, шарбет, это напиток мы делаем. Вот это праздничное то же самое, вот как давга, как шарбет, это сладкие, скажем, типа киселя, ну, тоже делается там, это называется шарбет, тоже пьется. Ну, в общем, как такового табу на алкогольные напитки нет, каждый решает сам, да? Не-не, там уже каждый решает сам, в принципе, у нас на столе. Сладость обязательная, это обязательно. Ну, а в Беларуси-то что, драники-то присутствуют на новогоднем столе? Какие драники на новогоднем столе? О чём ты говоришь вообще? Мы на последнее время слово «драники» часто употребляем. А потому что драники есть в каждой кухне. Конечно, разные виды, безусловно, да, где растёт картошка или бульба в нашем случае. Но есть какие-то особенности на столе? Знаешь, я не знаю, вот правда, я помню прекрасно, что, представьте себе, зима там в Беларуси, или, как ты говоришь, в любом славянском, значит, где проживают. Что у людей в этот момент есть? Есть заготовки, которые остались с осени, например, или с лета, когда закалывались там свиньи или телята, это огромное количество колбас, вяленого мяса, там, всего-всего-всего, там, куры и так далее. Я не очень хорошо помню, что было конкретно на Новый год, потому что белорусские столы, это традиционно, еды должно быть много, она должна быть разной. Что касается там сладостей, понятно, там пахлавы нет, ничего такого нет, но булки сладкие, такие из печки, которые доставали, которые пахли и были безумно вкусными, или рулеты с маком традиционные, конечно, они тоже всегда были. Или яичня в качестве бисквита тоже всегда была. Очень много мяса, конечно, всегда было. Очень много солений разных всяких было, конечно, обязательно всякая там добавка к люку вошла. Но я про деревенский стол говорю, там, может быть, какие-то другие там присутствовали. Но из спиртных напитков, естественно, была горилка, я помню, на столах, ну, традиционная. Подождите, это не украинская горилка? Мне кажется, у каждого славянская горилка есть довольно-таки. У нас остается очень мало времени, очень мало времени. Ну, и, конечно, все равно это семейный праздник. Вот все родственники за столом. Мне кажется вообще, что Новый год, что Рождество, это вот в светских государствах смешалось, но вот этот объединяющий такой стол, праздник, когда люди смотрят друг другу в глаза, там, когда люди сидят и делят друг с другом пищу, и кровь получается в этот день. Вот это один из самых объединяющих. В общем, все мы здесь едины в том, что Новый год семейный праздник. Самое главное, забыл сегодня сказать, вот у азербайджанцев сегодня вдвойне праздник. И Новый год празднуем, да, меняется там календарь. И самый главный праздник для нас еще является День солидарности всего мира азербайджанцев. В этот день... Именно 31 декабря. Именно 31 декабря в этот день все азербайджанцы друг другом созваниваются. Я тебя, Эльзур, поздравляю с этим праздником. Я вас тоже поздравляю. Этот день у нас... Этот праздник для нас очень молодой. В 90-х годах президент, бывший президент Азербайджана Гейдар Али поставил традицию. И с тех пор эта традиция продолжается. Разумно. Он правильно сделал, что 31 декабря этот день выбрал. Ну что, всех с Новым годом. Да. Всем семейного праздника. Такого теплого, радостного. Счастья, счастья, добра в Новом году. И всегда, что у нас был праздник. Праздник же объединяет. С Новым годом. С новым. Хороших мыслей здоровья. В 2016 год благополучно переходят. И также по пятницам в 13.00 мы с вами будем встречаться. Спасибо. Всего доброго. Союз нерушимый.